Боэнос Диас Амигос. Наконец-то корабль ностальгии пророка добрался до 2004 года, который можно смело назвать предсмертным дыханием русского рока. Надежда на улучшение еще зиждилась, но последующие годы показали, русский рок окончательно умер, не попрощавшись со своими почитателями. Ну а по всем по порядку. Поехали! 2004-й запомнился громким концептуальным альбомом American Idiot, авторство группы Green Day, а также Шангрилой Марка Нопфера, который ограбил банк и писал письма любимой из Парагвая. Кинопрокат взорвал фильм ужасов Пила, который я считаю лучшим в своем жанре за всю историю кинематографа. Абсолютно не попсовый, практически артхаусный ужастик начал в будущем крепать продолжение, чем себя в итоге и угробил. В России же все вышли из сумрака, когда Тимур Бекнамбетов презентовал свой ночной дозор. Сборная Греции сотворила сенсацию, став чемпионом Европы по футболу, а Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Крайне незрелищный, но несомненно великий Бернард Хопкинс удосрочил золотого мальчика Оскара Далахою и стал первым в мире боксером, объединившим все основные чемпионские пояса. Группа Сплин выпустила потрясающий альбом «Реверсивная хроника событий». Никакой тебе попсятины, только эксперименты. И, парадоксальные эксперименты, удачные. Ведь могли же. Тут тебе и шумные какофонические инструменталы, и крайне неожиданные песни, типа бериллия с уроками географии, хит всех хитов романс и прочие, типично сплиновские Сианук Вилли с Шато Марго. Пока это старый добрый сплин, но, к сожалению, недолго музыке осталось играть. Семьбэ выпустила альбом «Инопланетин», который оказался намного слабее их прорывной работы «Молодые ветра». Очень много откровенного порожняка, типа «Молочной сказки», всяких аистов и прочих мышей. Есть и более чем мощные песни «Летим с войны», «Влюбленные дети», «Субмарина», «Я», «Любовь». Забегая вперед скажу, альбом «Молодые ветра» так и остался лучшим в истории группы. Все остальные работы не более чем средние пластинки. То же самое можно сказать и про Би-2. Их альбом «Иномарки» не более чем будничная работа. Никакого тебе блеска и прослушивания с открытым ртом. Внутри мы обнаружили аж три фита с «Чайфами», «Брейнстормом» и «Чеховым». Все какое-то распопсовое, не рок-н-ролльное. Пропал тот шарм и звук, который сделал Би-2 известными на всю страну. Хотя этот альбом весьма хороший, если сравнивать его со следующим. «Молоко» — это уже совсем ни о чем. А вот Егор Летов по-настоящему порадовал поразительно прекрасным альбомом «Долгая счастливая жизнь». Происходила необыкновенная и неожиданная трансформация гражданской обороны. Звук стал более чистым и прозрачным. Песни просветлели, став миролюбивее и несколько обреченнее. Появились стокилометровые соло-партии с тучей дабл-вокалов. Впервые в истории гроб прозвучал на нашем радио, куда попала песня «Без меня». Практически каждый рецендент обгадил кавер-версию песни «Помоги себе сам». Мол, совсем неудачно получилось бла-бла. Неудачно получилось, что подобные критики родились на свет. Ведь песня Андрея Машнина зазвучала так, как должна была. Злобно и обреченно одновременно. Звук вышел по-настоящему гранжеватым и наглым. Советую ознакомиться с треком и альбомом в целом. Король Ишут выдал мощнейший альбом «Бунт на корабле», который яростно не вкатил фанам, жаждущим старой, доброй, припопсованной панкушки с детскими текстами князя про колобков и съеденных жен. Здесь же звук ометаллизировался, и под грузные рифаки пелись довольно-таки достойные тексты. Да, были откровенно провальные стишки, особенно это касается Северного флота, раненого воина и звонка. В остальном же князь неплохо поработал. Очень не понравился трек «Задира и солдат», ведь это точная копия песни «Смерть Халдея». Но в целом морская тематика зашла на ура. Эдакое свежее дуновение ветра, а то все эти ваши съеденные утопленники и чавкающие деды в подвалах несколько утомили. К большому сожалению, подавляющее большинство тупых говнарей альбом не приняли и с горя обоссали все подъезды и стульчики в общественных туалетах страны. Новый альбом. Можете что-нибудь о нем сказать? Он уже готовится, да? Да. Ну, пока ничего сказать не можем. Только готовится и все. В чем же тайна? Не тайна. Не тайна. Не тайна. Ну, процесс... Ну, конечно, будет не такой, как «Бунт на корабле», но дело-то, что «Бунт на корабле» не так был освещен, потому что абсолютно это был некоммерческий альбом. Ну, сделали мы все, что хотели в этом альбоме, на самом деле. И... Ну, открою бы маленький секрет, что вообще понятие коммерции и некоммерции зависит от вложения денег в свою раскрутку. Либо как со стороны артиста, либо со стороны продюсерской фирмы. Ну, учитывая... Промоутерская, не путая продюсерская промоутерская. Ну, продюсерская, промоутерская, как бы, одно-другое. Это не одно то. Я же не договорил. Ну, дело в том, что поскольку мы не имеем, как бы, никаких продюсерских отношений, да, вот, поэтому, в общем-то, и бюджета, как бы, в этот альбом не было вложено. Его нигде не крутили, его нигде не показывали. И, в общем-то, я боюсь, что он бы не являлся форматом. Единственное, вот наше радио, да, вот эта вот компания, которая крутит рок в нашей стране, да, но у нас, как все уже, наверное, знают, с Козой, с бывшим директором были не очень хорошие отношения. Насколько я знаю, что у него со всеми были не очень хорошие отношения. А если говорить, а со многими, точнее, со многими. А все наши темы, то единственное, которое радио у нас всегда крутило, это наше радио, только одно радио. Ну, и еще и MTV, все. То есть, если ты хочешь говорить что-то про шоу-бизнес, то подумай сама, какой у нас шоу-бизнес. Да я понимаю. Младший брат Горшка не отставал и выпустил крайне интересный альбом «Фаворит солнца». Эксперимент со всякими клавишами и потусторонними звуками явно удался. И вроде классический рок-н-ролл не потерян, и свежей водицы добавили. Тут тебе и боевики типа кайфа есть, и всякие мрачные темы наподумать, вроде теней в театре. Ну и хитярная хитяра Есенин, которую орали во всех обоссанных подъездах, сидя на не менее ссаных стульчиках. Да я человек скромный, я все время стараюсь быть ближе к Плинтусу. Как только человек старается находить в себе возможности сравнения с Богом, он сразу же умирает как человек и как божок. Сансара насыпала аж два альбома за год. «Зверобой» и «Айсберги» и «Радуги». Группа очень необычная как в музыкальном плане, так и в вокальном. Фронтмен коллектива Александр Гагарин крайне интересно поет, то шепелявит, то картавит, то взвывает, при этом очень к себе притягивает. Вот такой тебе парадокс. Сердце бьется за двоих, дыхание, вулканы, несомненные хиты этих альбомов и обязательны для ознакомления с группой. «Эпидемия» разродилась целой метал-оперой «Эльфийская рукопись». Любителям фэнтези альбом зайдет на ура, как и любителям пауэр и хэви металла. Трек «Пройди свой путь» больше месяца торчал на первом месте хит-парада нашего радио. Успех был настолько силен, что группа сразу же засела за продолжение, которое вышло через три года. «Небо здесь» разродилось очень качественным альбомом «Мертвый сезон», где главенствовали мощные рифаки и беспросветная депрессуха в текстах. Трек «Смерти нет» стал визитной карточкой и главным хитом коллектива. Всем любителям «Альтернативы» настоятельно советую ознакомиться с музыкой «Небо здесь». Не менее мощные рифаки нарубила группа пилот в потрясающем альбоме «Рыба, крот и свинья». Музыка пилотов ометаллизировалась и заметно выросла по сравнению с предыдущими работами. Единственный минус альбома – слабые тексты. Возможно, они специально были упрощены, дабы привлечь бунтующих подростков. Ведь на пластинке затрагивались как социальные, так и политические темы. Так или иначе, о большой питерский блюз мне тогда зашел, ведь я и был тем самым бунтующим подростком. Правда, на политику мне было абсолютно насрать. Я хотел только рока. Рока покрепче, да поживей. Агата Кристи выпустила свой предпоследний альбом в истории – триллер «Часть первая». Как мы уже знаем, второй части так и не случилось. Эта же пластинка получилась весьма неплохой. Даже Вадим Самойлов снизошел, дабы поработать аж над двумя песнями Вася. Остальные, как обычно, написал Глеб. В звуке можно отметить утяжелившиеся гитары, кои довольно редко появлялись в предыдущих работах. Хитами можно назвать триллер и боевиковый боевик в интересах революции. Журналистов интересуют, как братьям пришла идея спеть песню Наташи Королевой «Маленькая страна». Самойловы исполнили ее на только что состоявшемся концерте. А дебют состоялся в новогодней программе по телевидению. Звучит вопрос, будут ли еще подобные эксперименты. Личностное начало же очень важно, особенно в такой жанре, как рок-музыка. Поэтому нам позволительно обращаться к достаточно разным формам, потому что у нас есть интуиция и вкус по отношению к самим себе и своим проявлениям, для того, чтобы самих себя не облажать и какую-то грань свою продемонстрировать, может быть, неожиданную. И это можно сделать последствием, например, от такого номера. То есть, естественно, из звучания «Агаты Кристи» многие песни приобрели бы новую жизнь. Ольга Арефьева презентовала весьма крепкий альбом «Контики». Люмен дал детям пластинку «Три пути». Почему детям? Потому что тексты в альбоме детские. Довольно самобытный коллектив альтернативщиков «Ломо» отметился сильным дебютником «Махаон». Попснявый кусок говна выпустила группа «Звери». Их районы-кварталы страшно зашли 12-летним девочкам и тупым мальчикам, ничего не понимающим в музыке. Торбо на круче выдала неплохой альбом «Час времени». То же самое можно сказать про альбом «Паха-пау» группы «Паха-пау». Как же меня бесят альбомы, повторяющие названия коллектива. Это самое чудовищное, что только может родить человеческий мозг. Кстати говоря, в этом году произошло последнее в истории воссоединение группы «Наутилус-Пампилиус». Они сделали это, чтобы рубануть на нашествии. Сам Бутусов струганул свой самый известный и наиболее попсневый альбом «Биографика», где все эти песни, идущие домой и девушки по городу, соседствуют с нормальными треками, типа «Колесницы гонителя» с белыми пятнами. А вот БГ профилонил и обнаглел в край, ведь за год вышел всего один ссаненький концертный альбом «Без слов», который, к тому же, распространяется только на концертах. Таким был 2004 год, который можно назвать неплохим, если брать в расчет годы последующие. Процитирую классика. «Мой бедный русский рок, мой бог, а может бес, он десять раз и сдох и десять раз воскрес. Стал фоткой на стене, а был вином и хлебом, но он оставил мне, мой уголочек неба». До новых синяков! Субтитры создавал DimaTorzok